итак всем привет дорогие друзья с вами я мороз алексей компания кров монтаж мы на нашем объекте которым делали кровлю год назад сейчас вам покажу здесь основной дом видите кровля сложно делали мы кт-пал робки стропильную систему колпаки все проще водосточку в этом году нас призвали сюда на дополнительные работы ведь и пил материал лежит уже антисептированные ребята его разгрузили и стоит задача сделать нам террасу первого уровня первого этажа там есть терраса сейчас мы пойдем посмотрим подшивка металлических свесов из металла по карнизу спустить все водосточные трубы вот видите это как без водосточных трубки тяжко еще сейчас мы повесим вот ребята уже установили трубу вот тоже работает как надо установим еще концевик проведу вам небольшое знакомство с объектом также вот они металлические эти софиты фирмы aqua system с перфорацией вот небольшой объемчик коты пола роки непосредственно ганты кровельная это вот карнизные карниз на коньковые вот это подкладочный ковер вот непосредственно здесь будет кровли террасы у нас примыкать так о разошлась-то разошлась-то смотрите как воды сколько прям над дверью под эту террасу это чего-то еще одна ядовая вот видите столбы террасы вот здесь у нас будет кровля тоже мы подшивать здесь все это будем и труба у нас мы водосточная не можем опустить сквозь крышу естественно труба водосточная мы будем опускать на кровлю этой террасы а с террасы уже будет сбегать водичка тоже будет свой желоб и водосточные трубы мы будем спускать по столбам и стекать вот такая система сейчас выбегу на дождь вот видите здесь такая узкая часть кровли террасы вот она будет переходить более широкую вот фишка в том что ветер стены дома у нас из газоблока плюс облицовочный кирпич вот он тоже ведь пустотелый вот и крепление надо производить стропильная система будет опираться на дом соответственно чем крепить и как и так дорогие друзья снова и на нашем объекте за моей спиной появились уже очертания будущей террасы подшивку уже к этому времени мы закончили основного дома вот и сейчас приступили плотно несущим конструкциям террасы сейчас подыму сделаю вам обзорщик и так я забрался на леса видите для полноты картины хочу вам рассказать какие у нас водные данные в принципе проект есть там схематически нарисовано вот мы имеем три столба опорных раз два три и четвертый и в принципе на эти столбы нужно сделать террасу столбы выкладывались видите в полтора кирпича облицовочным кирпичом сердцевина здесь залито бетоном с арматурой скажу такой квадрат и залиты соответственно это основная точка крепления и опоры поэтому в качестве маурлата я использовал брус 150 на 200 вставил его на ребро чтобы пожестче был очень покажу соединение анкерных болтов сейчас сейчас покажу соединение анкеров ведь как раз в бетонную часть сердцевину этого столба идет вот еще хотела остановиться на этой части видите здесь был выстроен стоп как бы опора и маурлата нашему нужно было к нему подойти это не предусмотрели в проекте поэтому мы варили вот такую конструкцию ведь из уголков с такой ведь и подошвы проваривали здесь и соответственно тоже на шпильке анкерные сажали здесь в бетон здесь облицовочный кирпич и сердцевина из бетона и вот это послужило опорой для нашего маурлата покажу вам крепеж с каким мы работаем саморезы пятидесятки это что у нас 76 гайки шайбы это в принципе у нас все всегда есть на складе уголки усилены 65 на 90 это в принципе штатная наша позиции мы всегда используем крепежи стропильных ног вот как в данном случае видите и пластины тоже штатная позиция мы используем вот в таких местах скажем так вот в таких видите две опорные доски значит это для нижнего яруса несущих конструкций где будет подшивка сидеть на этих балках и крепили мы вот эти две балки видите химическими анкерами почему потому что в основе несущих стен дома до газоблок и облицовочный кирпич крепить кровлю в стену обычными анкерами ну скажем ненадежно поэтому мы крепим в газоблок всегда всегда повторяю химическими анкерами вот сейчас дорогие друзья наглядно покажем как мы крепим химические анкера я ребят попросил чтобы одну балку они оставили закрепим как на той стене и начнем с самого начала вот ребята определили уровень да вот видите нет потому что кровля преломляется в этом месте так будет ставить в уровень балку и делать отверстие стене а я пока скажу что шпилька у нас по длине отрезана 45 сантиметров или 450 миллиметров так легко входит в газоблок сверло легко и быстро поэтому в таких местах на стенах с газоблоками мы ставим химический анкер если просто анкерную шпильку поставить в газоблок это недостаточно мастер это уже по опыту скажу будут затягивать гайку она все будет вытягиваться вытягиваться газоблок разрушаться и так далее таким образом идет разметка мы на сверливаем необходимое количество отверстий и вставляем шпильки сейчас после после чего мы будем снимать эту балку и покажем дальше как после чего мы сняли доску вынули шпильки эти имеются такие отверстия отверстия смотрите глубиной 35 сантиметров шпилька длиной 45 видите 10 сантиметров остается для чего на балку 50 на гайку ну плюс остаток какой-то там шпильки для затяжки мы используем химический анкер титан в комплекте дает дается даже какие-то шпильки но мы их выкидываем ставим помощнее вот видите такая есть носик со спиралькой и сейчас мастер покажет вам как он наполняет это отверстие вставляю туда поглубже и хорошенько все это отверстие полностью наполняет видите там как двигается вся структура тщательно поет скажу что этого баллона хватает вот на три отверстия глубиной 35 сантиметров шпилька у нас 12 вот давай стали хочу сказать надо аккуратно потому что очень быстро густеет эта консистенция видите и также он немножко вот так добавляет туда и подворачивать и туда шпильку всовывать до конца здесь ничего сложного нет видите 1 готова и таким образом мы будем ставить все шпильки 1 2 3 4 5 6 6 штук далее мы ждем где-то минут 20 застывает это очень быстро через минут 20 вот эту шпильку отсюда не выдернешь вот прошло минут 15-20 загустела прядка каменный ведь остаток который вылез взбиваем даже молотком сейчас ребята взяли доску обязательно вставим подложку между древесиной и кирпичной стеной обязательно после того как одели мы на шпильке да сильно он не надо вмялась вот смотрите шайба полностью влетела в дерево можно обрезать это производим монтаж стропил если ребята выставляют а потом уголками еще будет перфорировано проходи так пользуясь случаем я забрался на кровлю на чердак том году мы делали стропильную систему полностью монтаж маурлата кровля сложная здесь я залезу на крышу ну посмотрю как идут дела спустя год что произошло на крыше делали мы здесь кровлю к ты пал рокки мы делали где-то в сентябре все четко есть видео если кому интересно можете перейти по ссылке я прошу в описании здесь мы снимали видео по-разному сделаны яндовы разными способами здесь с яндовой пинтере видеть яндовая ложная а здесь яндовая способом в подрез ведь в подрез скобы снего сдержание стоят водосток такая интересная кровля квадрата в 200 фальцевым способом обход дымоходов сделан но немножко ведь и работы когда производится кладка кирпича после кровища ведь конечно пачкает маляры или кто это камень чеки уже кровельный материал конечно не айс колпаки уже нашего производства ребята ставили все стандартно вот пожалуйста кровли год никаких проблем полет нормальный вот так я думаю если было было что-то плохо клиент бы нам позвонил бы сразу он позвонил что есть доп работы ладно пойду вниз и так дорогие друзья я забрался на крышу как раз на моменте ее завершение видите остались последние штрихи и ребята вот это покроет буквально за час как раз на самом процессе видите несколько пачек уложены 1 2 3 4 5 6 7 он для чего ребята миксует специальном берут одновременно с каждой пачке по штуке и один два человека укладывают три монтажника укладывать человек следом пневмо молоком бьет монтаж прям быстро идет за час все это сделать а почему мешают каждой пачки берут одновременно это даже рекомендует производители потому что каждая пачка у нее тональность цвет покраски вот этого грануля то он может немножко изменяться если вы возьмете пачку одну и подряд застелите квадратный метр они может тонально и такие рывками отличаться поэтому рекомендует производитель вот так немножко с каждой пачки брать и поэтому такой будет свет гуляющий красиво будет смотреться подкладочный ковер сделан здесь мы делали его вертикально это не противоречит монтажу можно как вертикально как горизонтально и примыкание к стене будем делать металлическими элементами гнуть ноги обычном станке станка листного металла 05 коричневого цвета сделаем из металла у нас к 36 клей герметик до штатный к ты пола промазываются все вот эти элементы ендовые сопряжение примыкания вот не забываю уголочки еще вот тебе я делаю замечание здесь уголочками снимать я поможем нас тобой был разговор как бы но это не критично но лучше делать правильно я хочу чтобы было все идеально все также важно делать отступ от края на сантиметр если будете делать от металла наоборот отступ сюда то вот этот сантиметр которую вы выйдете за край его сомнет снегом он быстро растрепыхается буквально за год за два и вот здесь уже край превратится в ничто поэтому нужно сантиметров вот этот отступать как здесь посадили мы на клей герметик к 36 тогда получается идеально вот так выглядит у нас уже терраса снизу видите совместно с заказчиком оговорено водосточные трубы спускать вот по колоннам где вход видите бетонные ступени не знаю почему но ему виднее в общем одну трубу здесь мы сделаем она здесь вот такая подшивка захотел он металлическим софитом вот стык соединения он неизбежен да это в этом месте длина 240 вот а здесь у нас значительно больше человеку нравится эти колонны зион вот такая красота и так всем пока оставайтесь с нами следите за нашими выпусками всем удачи пока